что можно перед передать рассказать по поводу происходящего испачкал мыло тусам муху мальчик до стекло испачкал очень полтора километра за францией сейчас пойдем наверно паркинг я так понимаю будем водить на францию я так думаю посмотрим сколько обзор маршрута справка справка в принципе да это франция заводить францию о какой большой паркинг я тут уже был да не надо перекладывать ребят порядка только сейчас заведем новую страну и все вот такой паркинг он большой но люди в туалет ходят наверно в кусты так вводим франции сначала страны и франции поехали вот это блин гейнти постоянно мухи залетают потому что жарко очень в этом парке грязно так нашел я сто пятьдесят шесть километров отсюда поселки в каком-то французском есть паркинг я просто не помню там я стоял перед поселком и в поселке случайно не тот перед поселком и в поселке нет тут я потом отметил хороший рай дураком и гни я вот не помню где ты перед поселком и в поселке может там здесь стоял между поселками пару мест тогда хорошо тогда да посмотреть будет Полиция прошла у нас Французская Фу, стоит там Ну пусть и стоит Может быть это там имелось пару мест Да, посмотреть что там у нас значит 50, 90, 110, 130 Нормально Везде за городом можно 90, значит 80 ехать Нету такого в Германии Ладно Будем сейчас вспоминать Посмотрю на карту, куда интернет появится Что там и как-то По-моему это вот этот был Возле, 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 возле Вот мне так кажется Это там где между двумя поселками Помните я стоял там возле стадиончика одного Какие-то кажутся там Ну что ребята, мы давно не были на проезде, да? В французском Вот смотрите, с этой стороны кстати Паркинга нету Удивительно Вот, зато увидите как хорошо открылся Заранее Не надо подъезжать было там Интересно Потому что паркинга нет Значит где-нибудь вот Перпендикулярно на второй стороне где-нибудь Вот где он есть Пересекать дорогу Как пить дать Сейчас пересекать Большая дорога Либо слева, либо справа И там есть заезд Вот это большая дорога Типа Она как бы поменьше С ездах, заездах Типа с краевых заездов Там обычно есть Ну ладно, но мы движемся В сторону 98 километров до этого места Сейчас 32 Блин Сейчас 32 30 минут у меня запасит Мне как-то не нравится Будем искать заранее место Ну там-то точно будет место Там Поселок Просто Почему ты их написал До поселка и в поселке Я вот помню то вот место До поселка Там Какой-то стороны я шел Было с одной стороны два места И напротив было по-моему одно место Так вот было, да Такой паркер И потом И потом еще где-то было Я по-моему стоял в другом месте Я по-моему поехал Развернулся, вернулся И встал в другом месте Вот так по-моему было Просто, блин, совсем мало времени Там останется, чтобы туда ехать Поэтому я, наверное, блядь туда поеду Пойду я на какой-нибудь паркинг Через час уже мне останется на паркинг А тут ехать до этого места, блин, полтора часа То есть уже не будет нигде туда поеду Не хочу так рисковать Такие интересные люстры висят, блин Вечер, наверное, сжигаются И освещают не дорогу А освещают ограждения между, блин, направлениями Ну да, наверное, экономно так Так, ну ладненько, ребята Ехать нам еще, типа, можно Два часа, две минуты Работать четыре часа То есть час еще можно ехать По большому счету, можно сказать, Франция нас встретила дождиком Поприветствовала, так сказать, дождиком И сейчас он куда-то ушел туда вправо А нам то ли вправо, то ли влево Непонятно, куда нам там ехать По маршруту, не, по-моему, влево Да, вниз В сторону города Парижа Мне нравится Франция, вот реально Нравятся дороги французские Нравятся люди, нравится пейзажи Такая вот интересная страна Я ведь здесь Одну из каденций очень долго провел во Франции Ну как долго? Неделю Потом еще раз, по-моему, вернулся Не, не, бру, неделю, неделю пробыл во Франции Да Я 45-ку тогда не делал Я не вот в этой каденции, а раньше Две каденции назад, когда первый раз вообще по Францию попал Воспоминания такие хорошие, интересные Как по лесу ехал Косуль пугал Да и вообще второй раз он, второй раз по полям почти ехал Достаточно так Интересный контраст такой Да, и вот во Франции я смотрел, что можно подъехать к этим самым Блин К вентиляторам И Там где-нибудь остановиться под ними Но, конечно, надо не по этим дорогам ехать Сейчас 55 работают Вот там слева насобирают Новый вентилятор Еще один Будет Гатов Со временем Что-то непонятно Говорят, что они якобы не экономичны Не выгодны Но все равно строят, ставят Значит, не совсем это правда Ну, действительно, очень много Погода, кстати, 18 градусов Упала Было 27 Когда заезжал Вот дождь прошел Посвежело Стало 18 Ладно, давай пропустим этого Вперед он хочет так Или не хочет Не могу понять Если хочешь, обезжай Мне не жалко У меня пока время есть Поблагодарил А это чех Какого цвета лета Ладно, ребята Едем дальше На отдых Попросил меня Артуру Сидевятку сегодня постоять Я говорю, а что так Они типа просят Ну, странные они Просят, а потом будут думать А как это Куда девятки делить А почему Мне это неплохо Мне лучше 13 отъехать Часов и девятку отстоять Чем 15,9 Я меньше устаю Любой человек нормальный Меньше устает Ну, хорошо Мне даже Удобно У меня нетрудно Как скажете, ребята Хоть 9,5 Ой, ладно Поехали Поехали дальше Ну, сейчас посмотрим Слева у нас паркинг Блин, не дает Ой, полупустой вообще Вообще полупустой По времени Пол шестого у нас по времени Поехали 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 Ой Поехали У нас там следующий паркинг Показывает Через сколько километров Через тысячу Нет, мало Через тысячу Мало Через 34 километра У нас Самый дальний Из этих всех Это можно посмотреть Сейчас скажу Если по этой ехать Мне, грубо говоря 50 Ну, час еще ехать Это, значит, где-то Может быть В районе 70-80 километров Есть там что-нибудь Да, есть Да, есть Много Так что можно Будет где-нибудь И там стоять Через час Вот сейчас паркинг На заправке На заправке Они, наверное, заняты Все удобства Все дела Хотя нет Вообще Свободные Ребята Не вообще Но вот Раз Два Два места в елочке Вижу А перед елочкой А, по-моему Во Франции нельзя Становиться С тыла елки Ну и там было С другой стороны С другой елки То есть места есть Упс-пупс-пупс Ладно Гоним Гоним дальше Вот И посмотрел я Подъезд к этому Вентилятору Знаете, ребята Сейчас вот себя На очередной мысли Поймал Что я вообще Как-то Вообще Уже Блин Вот реально Не смотрю Что там Какая площадка Примерно Какой паркинг В смысле Не паркинг А какой Как этот Вариант Выгрузки Или погрузки Задом Боком С крыши Как-то вообще Блин Наверное Вот это вот и есть Уже Ощущение Такое Как это Обрастаясь Жирком Да Вот этого Опыта Что Голова Ну Не болит О том Как там Будет На выгрузке Или на погрузке Потому что Все легко И просто Никто не просит Не требует Там с первого раза Чтобы у тебя получилось Для этого Никому не нужно За это Не платят Деньги Как говорят Вот Кому как-то Блин Я говорю Еще единственное Я вот смотрю Вот сейчас Для интереса Посмотрел Это скания Да Какая там она Вариант Фиг знает Завод Как завод Наверное Как обычно Но если это Завод Скания Я думаю Что это Выгрузка Бортом Левым Наверное Какие Под Кстати Там что-то Очень Легкое Что-то я везу Легкое Наверное Может быть Какие-то Бампера Вот Кстати Давайте Посмотрим Сейчас Слева Я Просмотрел Вон Паркинг Большой Блин Он Пустой Еф А не Вот Начинается Паркинг Ну блин Место Немерено Стой Не хочу Паркинг Такое Уже Вроде Осень Ну вот Не на всех Дорогах Так вот Есть много Паркингов Я вот Смотрю По этому Самому Офигеваю До Парижа По-моему Так много Идет Вот 12 Км 18 29 41 А после Парижа По-моему Там Такого Не было Не знаю Может Я ошибаюсь Так вот Я говорю Я сейчас Посмотрел Ну точно Подумал А что там Смотреть Scania Какая раньше Scania Volvo Mercedes Что там Где там Я еще был Одно и тоже Ну Michelin Еще был На Гудьере Был Одно Все одно и то же Все ерунда Я говорю Я смотрю На Этот самый Просто Когда мне нужно Найти Паркинг Плейс И Думаю Что где-нибудь В этом районе Где Выгрузка Чтобы не искать По дороге И то Это если Я там Как бы Уезжать буду С того места В 9 утра До 9 утра Тогда Я так смотрю А так Вообще Уже Ребята Действительно Ловишь Себе Что Голова Не от этого Болит Голова Больше Болит Что Куда ты Приедешь В офис Типа Или На завод Ну Понимаете Да Что Ну Это тоже В зависимости Какой Экспедиции Наверное Ну Ну Приехал Ты в офис Ну Ну И что Ну Ты приехал Падрису Который Тебе дал Это не твоя Проблема По большому Счету Не надо Особо Переживать Голова Ты же Видишь Куда Тебя Ведешь Что Тебя Ведет Там Старый Город Не надо Туда Лезть Естественно Это Будет Офис Остановил Машину Отъехал Там Прошелся Пешком Посмотрел Там Посмотрел Что Куда Там Позвонил По телефону В конце Концов Контору Узнал Не в свою Так Если с английским Владеете Так По гуглу У меня бывало Не один раз Когда я звонил И в Швеции Звонил И в Франции Звонил И в Голландии Да вообще Везде Звонил Не в Италии По-моему Не звонил А так И в Дании Звонил Ну и что Такого Ничего страшного Ну Глана Горю Конечно На знание Языка Желательно Английского Конец Конечно Но в Германии Немецкий И я Близлял Что французы Не говорят По-английски Когда им Звонишь Потому что Бизнес Говорят Они Нормально Говорят Понятно Говорят Вот То есть Поэтому Те кто там Ой Блин Поехал Приехал В офис Говорят Ну дурак Надо было смотреть Да почему дурак Это не твоя проблема Тебе дали адрес Туда приехал Я думаю Что не ты должен думать Офис это или не офис Должен думать Диспетчер Смотреть Адрес Отпадает Или это просто Какой-нибудь Типа бюро Знаете Комнатка С компьютером Стоит У меня было так Что я вот приехал В Германии Еще до самой Первой экспедиции Когда со всем этим Знакомился Тоже суетился Боялся Я там Смотреть по гуглу По навигаторам Все сюда показывал Единственный Который навигатор Показал Не сюда Это вот этот Который здесь Установлен Который говорят Самый фиговый Из всех этих Да нормально Навигатор Он может тормозит При поворотах Ну по крайней мере По крайней мере Точки он дает Те которые надо Надо было мне Его в Генте Попробовать Какой он дает Маршрут Потому что Там с этим Кольцом Можно уехать Блин Непонятно Там Неправильно Как-то так На этом самом Показаны Куда Направо Или налево Прямо Это значит Направо Налево Это значит Прямо Вот так По факту Поэтому Надо будет Попробовать Точно День Вот Так что Вот такая Мысля Пришла Что я Этим Как-то Блин Уже И Как-то Ровно Мне До этого Где Там Горю Главное Чтобы Когда Не успеваешь Надо Ехать Паркинг Время Типа Достаточно Но Ты не Успеешь Туда Приехать Либо Выгруз Завтра А тебе Надо Доехать Тогда Смотрю Чтобы Посмотреть Где там Вокруг Есть Какая Нибудь Зона Где Можно Встать Именно Вокруг Даже Не Не Конкретно Там Внутри Там За забором За шлагбом Ну что Ребята Остается 1 час 22 Мне Ехать Значит За 20 25 Минут Я Думаю Что Я Где-то Остановлюсь Вот Есть 34 Километра 22 Километра Наверное 34 Километра Это То Что Мне Надо Будет Хотя Блин Не Знаю Вот 41 Километра Мне Показывают 37 Минут До До Места Где У Меня Точка Стояла 37 Минут А 30 Почему Так Долго Ну да Вообще 80 Половина От 80 30 Минут 30 Минут Должно Быть Не 37 Где-то Там Через Что-то Пойду Я Там Вижу Два Паркинга Впереди Едут 3,5 Километра И Потом 9,5 Километра Но Это Рановато Вот Следующий 21 И 33 Наверное Вот Этот На Этих Я Буду Уже Начинать Смотреть И И Искать Потому Что Мне Пришла Просьба Ехать По Максимуму Это Очередная Глупость Я Позвонил Диспетит И сказал Я Не Собираюсь Ехать По Максимуму Мой Максимум Это Девятка И Поиск Паркинга В данном Случа Потому Что У меня Есть Десятки Если Десяток Нет То Это Восьмерка И Поиск Паркингов И Никак Иначе Поэтому Будем Будем Искать Я Не раз Уже Вместе С вами Искал Да Как Бы Вы Уже Видели Кто Подписан На Канал Кто Постоянно Смотрит Видосы Название Так Я Ставлю Я Вообще Могу Номера Только Ставить Название И Ставить Как Этот Как Там Его Звали Серега Как Дом Солнце Которого Я Смотрел Давно Что Не Дом Солнце Не Видел Ни Серого Дальнобоя Не Видел Что Там После Войны Как То Все Странно У них Не Ну Там Серый Дальнобой Вроде Говор Что Он Там Свой Бизнес Что Открывает Для себя Работать Будет Но Это Конечно Уже Другие Видео И Другие Возможности Видео Потому Что Бизнес На Бизнес Ты Сидишь Деньги Зарабатываешь Потому Что Канал На Ютубе Это Это Чисто Чисто Хобби У У Меня Хобби Это Я Уже Привык Я Не Знаю Я Мне Такой Как Надо Снимать Надо Снимать Надо Показывать Тем Более Я Не Учу Ничего Я Просто Будни Вот Свои Будни Как Я Еду О Чем Я Думаю О Чем Говорю Либо Не Говорю Ну Не Такого Не Бывает Что Я Молчу Там Где Я Молчу Я Не Вставляю Конечно Видео Ну И Вы Поняли О Чем Что Я В В В Вот Смотрите Паркинг Правый Тиньш Пошел Один Искать Уже Мы Просто Глянем Если Будет Возможность Там Двухлинейная Полоса Слева Смотрю Стоят Так Ёлочка Почти Нет Вот Одну Есть Места Много Мест Ёхай 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 Диарара Блин Мест Много Это Принципи Радует А вот Там Мы Проезжали Я Не Знаю Почему Было Просто Полный Полный Вообще Полный Полный Паркинг Наверное Просто Не хватило Времени Ребятам Либо Они Там 45 Минутную Паузу Стоят Это Было Минут 40 Назад Даже Меньше Полчаса Назад А сейчас Вот Свободный Ну Вот Смотрим 5 16 28 28 29 Это Будет Вместе Заправка Там Наверное Будет Полно Народу Вместе Заправкой Это Такие Заркие Паркинги Так Сказать Солнце Печет Там Поэтому Но Я Я Посмотрю Какой После А После Я могу Здесь 28 28 28 20 40 40 Не 40 40 Это Далековато По Моему Дальше Да 40 Это Далековато То 16 Начнем Смотреть 16 27 Будем Вот Так И Смотреть Потому Что С 40 Это У А А Потом После 40 Что Там Будет Еще Дальше 38 29 46 Да Там Уже Далеко Оставим Ее На Потом Так Что Вот Пятнашка 27 Будем Смотреть Вероятнее 27 Будет Наверное Жаркий Паркинг Заправка Я Думаю Ну Ладно Приедем Потом Расскажу А Если Не Найду Из Этих Трех Значит Тогда Из Двух Включусь И Будем Вместе Искать Просто На этом Паркинге Делаются Подоль Улицы Там Все Хорошо Стоит Но Плохо То Что Ты стоишь На Дороге Почти В кармашке И Обязательно Надо Вешать Куртку Да Отражающую Не дай бог Там Кто-нибудь Что-то Въедет У тебя Там Вот За это Я переживаю Все Ладно До встречи Расскажу Еще А Цвет А Лето Цвет Небо Perché Для Еще Начали У Знаете Что Что Как В Ну что, друзья мои, вот я и не завершил сегодняшний день, встал вот на таком паркинге. Нормально встал, специально. Мог сюда встать, но встал с этой стороны, чтобы коллеги место освободить, так сказать. Ветерок дует. Пойдем, пойдем, пройдемся. Кстати, тут вот тоже места, видите, есть еще такие, но... Но если есть елочка, лучше встать елочкой, конечно. Что тут я хотел посмотреть? Тут паркинг как бы из двух частей состоит. Один для грузовиков, а второй для легковых. И там для легковых, по-моему, есть туалет. Надо пойти посмотреть, что там. Руки помыть. У меня руки грязные после этого Вольво Гента. Не знаю, как там. Пойдем, пройдем, посмотрим. А вот напротив еще паркинг. Вон я вижу одно место, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Куча мест, короче. Можно было, может быть, еще дальше рисковать. Я решил не рисковать. Хватит? Нафига? Потому что чем ближе Париж, тем шанс, что паркинг будет свободный, меньше. Уменьшается, как бы, шанс, да? Пойдем посмотрим, что представляет собой. Да, вот там, по-моему, похоже на разного ввода развлекательные помещения, заведения. Пойдем, пройдем, там лес перегороженный сеткой. Ну, можно тоже прогуляться, кстати. Посмотреть, что там такое в лесу. А, нет, нет, там, по-моему, он полностью сеткой огорожен. Да, да, я думал, там пролезены такие, какие-нибудь сделаны дырки. Нифига. Дырки не сделаны. А, ну вот, тут можно пройти. Там моя машинка стоит. Тут ветра меньше уже. Так что, ну что, доволен. 600 километров сегодня проехал. Без двух километров 600. Так, что здесь такое? План, где есть туалеты? Ну что-то тут такое есть? Лиль. Какие-то паркинги, наверное. Раз, два, три, четыре, пять паркингов. Во, мы здесь, видите? Юахи, а вот Париж. Но Витя говорит, мне нужно уходить на восемьдесят шестую, кажется, он сказал. А где она есть? Та восемьдесят шестая. Шестая, восьмая, на восьмую, на шестую. Ну, так я так и собираюсь ехать. Ну, он как-то еще говорил, какой-то... Ну, не знаю, какой-то он говорил, что... Кстати, между прочим, это карта паркингов. Вот. Я испугался, это поезд пошел. Надо посмотреть, какую там карту он имел в виду. Не хочу я через Париж ползти, даже вот через этот объезд не хочу. Надо как-то вот... Либо как-то вот так объезжать, либо... Либо я не знаю, как объезжать. Надо будет посмотреть сейчас по этому самому... По навигатору, блин. Я думал, лес. Там железная дорога, а не лес. Ну что, пойдем сходим в туалет? Да, инвалид. По леду инвалиду. Зеркало такое. Ну, руки хоть помоем. Да, нормально. Только единственное, что не было жидкого мыла. Руки помыл так просто. Не, ну здесь можно спуститься вниз, вот. Это там вот, это самое, забор. Здесь нет, здесь какая-то там канава. Ну, дальше забор. В сторону. Ну, короче, не скажу, что тут красиво. И запах тут не ахти. Ни французский. Ни французским парфюмом. Как бы... Ну, ладно. Все страшно. Пойдем. Что-то я как-то устал сегодня. Честно говоря, я устал, наверное, от жары. Ой! Сегодня вышло еще одно видео. Я не знаю, что там у меня с гигабайтами. Я думаю, что на этой неделе я выпущу несколько видосов. И потом будет перерыв. Потому что... Ну, хотя это я так думаю, а на самом деле так будет, посмотрим. Так, ладно, пойдем вот тут пройдем вдоль дорожки. И зайдем там наверх. О, кстати, видите, какие у них эти мусорники, да? Чтобы никто... Птица, никто, крыса там ничего не делали. Вот так раз и все бросили. Приезжает эта фигня, поднимает крышку, вытаскивает в ведро и увозит. Какое-то состояние такое, знаете, как будто предзаболел. Не знаю, хотя вроде все в порядке. Не простыл, ничего. Ну, усталость, усталость. Чувствуется уже усталость. И общая усталость уже. Пять недель. Ну, я на них и надеялся. Поэтому как бы запрограммирован был на пять недель. Поэтому больше я не хочу. Если на восемь недель себя запрограммирую, то я спокойно восемь отрабатываю. Если четыре, значит четыре. Там тоже, кстати, сетка. Туда не пройти, не посмотреть. Да и ладно. Темно уже, там нечего смотреть. Вот ягоды. Это уже я не буду пробовать. Это типа полуволща. Это не мой рацион. Ладно, пойдем пройдемся. Все дать буду. Жарко. Охлаждается. Ну, ладно. Будем, наверное, заканчивать свое видео, ребятки. Спасибо. Фу, что заходите. Напомню, я во Франции по дороге в Париж. И завтра мы проскочим Париж с утра. Тут буквально, тут уже, по-моему, километров 60-70 осталось. Проскочим. И поедем дальше. Надеюсь, объехать сегодня не пойду. Я, наверное, не хочу. Я в Париж, я точно не пойду. Хочу по большому внешнему кругу обойти. Вот сейчас посмотрю на этом самом, на карте, что я и говорил. И, надеюсь, небольшой круг будет. Крюк. Так и поедем. Ну, ладно, все правильно сделал. Что дальше не поехал. Потому что там Париж, и там могут быть проблемы. Ну, ладно, ребята. На этом я буду заканчивать. Спасибо, что заходите. Спасибо, что ставите пальчик вверх. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что подписываетесь. На этом все. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.